Смотрите, уже успел, но как-то будет лучше. Пойдем. Так, Роман. В соответствии с дополнительным выдвинуем денежных средств в 2020 году был разработан проект реконструкции Саратовского фронта спортивного клуба имени Юрия Алексеевича Гагарина, ДСАФ России. Общая стоимость проекта реконструкции составляет 119 миллионов рублей. Она включает в себя, первое, строительство двух ангаров 40 на 40 и 30 на 30. Общей стоимостью 54 миллиона, куда могут ставиться в зимний период вертолеты, самолеты, для того, чтобы не проходить соответствующую обкатку перед выездом. Второе, это реконструкция самого здания АБК, перед которым мы находимся, которое подразумевает под собой демонтаж аварийной части 5-го, 4-го и мансардного 3-го этажа, которые сейчас без отопления находятся, с реконструкцией и строительством полноценного 3-го этажа, где будет располагаться музей и, соответственно, башня. Плюс к этому всему производятся работы по строительству КПП на въезде, благоустройству территории со строительством въездных площадок и автомобильных дорог, а также автомобильной дороги к строительству, как я уже сказал, двух ангаров. Плюс к этому всему производится подвод коммуникации к зданию, потому что в сегодняшний момент здесь нет ни воды, ни канализации. У нас, соответственно, вот по основной дороге проходит водопровод, от которого протягивается сюда, это 600 метров, и строительство локальной канализационной сети, там 250 метров. Плюс все благоустройство, связанное с учетом того, что в прошлом году это место было принято и установлено памятным местом в рамках существующего законодательства проводятся работы по ландшафтному дизайну и благоустройству. Вот на сегодняшний момент проект проходит заключительную стадию государственной экспертизы с метной стоимостью, и, собственно говоря, в начале следующей недели будет получено государственное заключение по соответствии с метной стоимостью. Ребята, какие вопросы? Если можно? Да, пожалуйста. Два вопроса. У нас, вот мы заметили, что тут очень плохо выловить связь мобильная, чтобы, конечно, вышка была телефонная, чтобы ребята, которые приезжали там, мы, как студенты, могли постоянно пользоваться, коммуницировать, и в том числе, вот хотелось бы, например, даже сегодня выложить это в Инстаграм, чтобы популяризироваться таким образом, а вот технической возможности, к сожалению, нет. На самом деле надо посмотреть и другие вопросы, учитывая, что для нас это место особое, старейший аэроклуб, который был и Досаафом, и Асавехимом, и кем только он не был. Но сегодня это место, откровенно признать, находится в запустении. И поэтому нам надо сделать его местом притяжения, создав все условия для того, чтобы ребята приезжали, занимались и парашютным видом спорта, учились летать, готовить повторить подвиг Юрия Сеевича Гагарина и себя настроить на полеты к другим планетам. Но нам самое главное, надо здесь сделать все для того, чтобы сохранить ранее построенное, но и, конечно, исходя из новых возможностей, сделать все для развития аэроклуб. У нас сегодня отличная база, которая сохранена. Были проблемы, связанные в том числе с попыткой эти земли забрать под застройку коттеджную. Не дали, правильно сделали. Но сейчас наступило время развития аэроклуба. Тем более мы с вами в этом году будем праздновать 60-летие полета первого космонавта в космос. Аэроклуб носит его имя. И, конечно, Саратов многое связывает с именем Юрия Сеевича Гагарина, как, наверное, в никакой другой регион. У нас он учился. У нас впервые вот здесь, в этом аэроклубе, полетел в небо на самолете. И Саратовская земля его притянула, когда он уже после полета опускался на землю. Поэтому давайте еще раз проект посмотрим. Ребята, ну а вы включайтесь более активно. Вопрос решения проблем, которые здесь существуют в рамках обсуждения. И, как вот сейчас вы хорошее предложение высказали, где-то, может быть, именно ваш взгляд будет крайне важным, потому что не все, а видим. Сегодняшний вопрос к нашему стыду действительно не был проработан. Поэтому спасибо за вашу увлеченность. Но хотелось бы, чтобы она была продолжена. Потому что нам надо, возможно, посмотреть на то, что если захочет создание условий, чтобы вы могли здесь работать летом, но и в наших планах постараться реконструкцию провести до ноября месяца. То есть плюсовые температуры, время достаточно полгода. У нас этот проект будет реализован как благотворительный. То есть это средства не бюджетные, а благотворительные. Поэтому надо подходить очень ответственно и бережно их расходовать. Но самое главное – качество работы. И, конечно, нам важно, чтобы все то, что здесь уже будет делаться, должно быть современным. То есть если мы с вами задаем для себя планку, то она должна быть из последних стандартов для решений, которые есть в нашей стране и в мире при создании аналогичных аэрофлитов. В планах здесь организовывать соревнования трехкомоторных самолетов. И это можно будет делать, превращивая к юбилейным датам полета первого космонавта в космос. Можно идти в другое время, но самое главное, чтобы были условия. Поэтому, если у вас к этому интерес есть, давайте вместе этот проект будем реализовывать. Ну и, конечно, правильно было бы, чтобы сюда ходил общественный транспорт. И была возможность у ребят, кто хочет заниматься спортом, хочет осваивать авиацию, хочет прыгать с парашютом, добраться сюда, и чтобы были все возможности для того, чтобы заниматься здоровым образом жизни. И, если хотите, чтобы это было внутреннее состояние, покорять, рисковать, но при этом... Субтитры создавал DimaTorzok